Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в церемонии вручения Международной арбузовской премии. В Казанском федеральном прошло закрытие 15-й Международной научно-практической конференции «Державенские чтения». Елабужский институт КФУ принял делегацию из Германии. В этом году Международная арбузовская премия в области фосфороорганической химии присуждена директору Федерального исследовательского центра «Казанский научный центр Российской академии наук» академику Олегу Синяшину, выпускнику Казанского федерального университета. Все подробности расскажем далее. 21 октября в Академии наук Республики Татарстан состоялась церемония вручения Международной арбузовской премии. Лауреатом 2019 года стал директор Казанского научного центра Российской академии наук профессор Олег Синяшин. «Вот уже более 20 лет эта премия единственная в мире в области фосфороорганической химии и остается одной из самых престижных и статусных наград. Казань – город, где зародилась органическая химия России. Химия фосфора и его органических соединений – одно из важнейших направлений в развитии органической химии. Сегодня ученые Татарстана продолжают активную работу в этом направлении». За более чем 20-летнюю историю присуждения премии профессор Синяшин стал вторым представителем Казанской химической школы и третьим россиянином, достойным этой высокой награды. «Особо приятно сегодня в этом зале присутствовать и поздравить вас с этой высокой научной сфере награды, ибо вы – выпускник нашего Казанского университета. Это очень символично, что эта премия получает Олег Герольдис в год юбилейный для нашего университета. 10-15 лет мы будем отмечать в ноябре этого года». После вручения премии лауреат прочел публичную лекцию «Химия фосфора. От молекулы к новым технологиям и материалам». В докладе Олег Синяшин отразил всю историю развития фосфороорганической химии с момента открытия фосфора и до настоящего времени. «Я буду, конечно, членом моим коллегам, друзьям из России, из рубежа, которые номинировали меня на эту премию. Это очень-очень важно и здорово. Люди, которые поддержали меня, членов комитета, при принятии решения, присуждения этой премии». Валерия Мратова, Виолетта Басова, Универньюс. В Казанском федеральном университете состоялось подведение итогов 15-й международной научно-практической конференции «Державенские чтения». О том, как прошло закрытие, смотрите в нашем следующем сюжете. 19 октября в Императорском зале Казанского федерального университета прошло торжественное закрытие 15-й международной научно-практической конференции «Державенские чтения». Со словами приветствия обратился ректор КФУ Ульшат Гафоров. «Я желаю всем нам удачно отработать заключительную нашу часть, подвести итоги, с хорошим настроением потом добраться до дома и целый год жить вот этими памятными днями, проведенными здесь, вместе, на Казанской земле». О важности проведения столь масштабной конференции на площадке КФУ сказала ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова. «Площадка, которая выбрана Казанский федеральный университет на родине Гавриила Романовича Державеновна, она очень гармонична, в общем-то, здесь у нас все получается. Я считаю, что эту традицию мы будем продолжать». Всех участников конференции поприветствовал министр образования и науки Республики Татарстан Рафис Бурганов. «Позвольте мне от имени президента нашей республики еще раз вас всех поприветствовать, поблагодарить, что местом проведения Державенских чтений вновь избрана родина Гавриила Романовича и надеемся, что это сотрудничество будет долгосрочным, долговременным». Державенские чтения – это крупнейший по своим масштабам научный форум, проводимый Казанским федеральным университетом и Всероссийским государственным университетом юстиции. На закрытии подвели итоги 12 круглых столов. Ответственные за секции доложили о плодотворной работе на чтениях. Были рассмотрены вопросы современного государственного устройства, необходимости реформирования законодательства, проблемы цифровой экономики и филологии и многое другое. «В рамках конференции я выступал в роли участника, то есть студента на секции конституционное право и международные процессы. Доклад у меня связан с международным правом формирования имиджа Российской Федерации в контексте информационной войны». «Запомнилась лекция судьи административного суда Германии Фрау Штамм, которая представила достаточно интересный доклад относительно судебной системы Федеративной Республики Германия». В течение двух дней юристы, филологи, политологи, преподаватели, правоведы, студенты и магистры со всей России, а также из других стран обсуждали актуальные вопросы. За 15 лет существования конференции в ней приняли участие более 3000 участников. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. В Казанском федеральном университете с 21 по 23 октября 2019 года проходит школа членов стипендиальных комиссий, институтов и факультетов вузов Республики Татарстан «Стипендиум». Подробнее смотрите далее. В рамках школы будут освещены вопросы стипендиального обеспечения, оказания материальной поддержки, регламентирования деятельности стипендиальных комиссий, институтов и факультетов вузов. Цель данного мероприятия – это обучение студентов, членов стипендиальных комиссий вузов Республики Татарстан и колледжей навыкам и компетенциям работы именно в стипендиальных комиссиях, в вузах, на факультетах, в институтах. Поступая на коммерческую форму обучения, многие студенты даже не подозревают о том, что они тоже могут получать материальную поддержку. Будущие студенты уже сейчас заинтересованы в получении стипендией и готовы узнать о своих правах и возможностях во время студенческой жизни. Новые знакомства и опыт, который нужно передать студентам, чтобы студенты были уверены в своих правах и могли обращаться спокойно как ко мне, как и в Лигу студентов. Обучение в школе направлено на повышение правовой грамотности обучающихся. Закрепление полученных знаний будет проходить на практических занятиях, на которых разобраны реальные спорные ситуации и пути выхода из них. Дарья Курмышкина, Альфия Ахмедшина, Александр Юдин. Универньюс. Елабужский институт Казанского федерального университета принял делегацию с Германией. Подробности узнаете в следующем сюжете. Елабужский институт КФУ принял делегацию с Германией. Визит гостей стал частью мероприятий, направленных на знакомство с Татарстаном, его культурой и особенностями образования. Для делегатов была организована экскурсия по зданию учебного заведения. В рамках визита была организована встреча гостей со студентами и преподавателями факультета иностранных языков. Делегаты подробнее узнали об особенностях подготовки педагогических кадров для национальных детских садов и учителей татарского языка. Также состоялось обсуждение вопросов полилингвального образования. Студенты института получили возможность не только принять участие в научной дискуссии, но и применить свои языковые навыки на практике. В завершении встречи делегаты выразили надежду на дальнейшее сотрудничество с коллективом Елабужского института КФУ. В Казанском федеральном университете разрабатывается подземная технология облагораживания тяжелой нефти. В Казанском федеральном университете разрабатывается подземная технология облагораживания тяжелой нефти. Данная технология позволит увеличить нефтеотдачу на одном из крупнейших месторождений Кубы. Суть заключается в том, что вместе с тепловым воздействием на пласт, который часто применяется для добычи тяжелых нефтей, добавляются специальные добавки, называемые катализаторами. И эти добавки позволяют прямо внутри пласта уже начинать переработку тяжелой нефти. Технология внутри пластового облагораживания нефти будет использоваться методом каталитического акватермолиза. Катализатор незначительно усложняет технологический процесс, но экономический эффект гораздо выше. Катализатор обеспечивает помимо снижение вязкости за счет тепловой энергии, также химическое преобразование, то есть гораздо более глубокую степень преобразования тяжелой нефти, большую степень снижения вязкости и повышения нефтеотдачи. Данная технология является абсолютно безопасной, так как все токсичные элементы не выносятся с нефтью, а остаются внутри пласта. Плюс этой технологии, что мы процессы переработки ведем уже в пласте. За счет этого мы оставляем все эти токсичные элементы, которые содержатся в нефти, тоже там фактически у нас происходит деметаллизация, обессеривание нефти. То есть на самом деле эта технология, даже с точки зрения экологии, имеет ряд преимуществ по сравнению с другими. Разработки Казанского федерального университета повысит эффективность добычи тяжелой нефти на одном из крупнейших месторождений Кобы, а также позволит сделать это с наименьшими затратами. Ильвира Зорина, Ленардо Влетьяров, Универньюс. На этом у меня все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok